Продолжение следует... Это римский бог Янус, в честь которого был назван месяц Январь, первый месяц года. Янус считался древним богом новых начинаний. Как видите, у Януса два лица. Одно лицо смотрит назад на уходящий год. На этом лице мы видим следы печали, тревоги и недоумения. Другое лицо смотрит в Новый год, а это лицо полно надежды и уверенности. Конечно же, это суеверие и поклонение лже-богам. Но вы заметите, что каждый год СМИ буквально охвачены идеей того, чтобы оглядываться назад и смотреть вперед. А еще многие люди дают новогодние обещания. Если вы это делаете, не нужно поднимать руку. Это делают очень многие, но согласно статистике, 90% этих новогодних обещаний забыты уже через две недели. Я не против новогодних обещаний, особенно если они сделаны под водительством Святого Духа и в силе Божией, чтобы делать какие-то великие вещи для Бога. Я вообще не против этого. Бог установил времена, сезоны и праздники, и все это было сделано с целью обновления, потому что наш Бог — Бог обновления. А в Новом Завете сказано, что мы должны обновлять наш разум каждый день, а не время от времени. Это постоянное обновление, а не от случая к случаю. Вы спросите, а как это возможно? Позволяя Духу Святому помочь вам отпустить прошлое, а если это прошлый грех или чувство вины, то нужно искренне исповедать этот грех и покаяться в нем, а также позволить Духу Божьему, который является Божиим ветром. И вот на еврейце это слово «руах» — «дух» означает «ветер и дыхание». Я каждый день молюсь, Господи, пусть ветер Святого Духа надувает паруса моей жизни, направляй меня сегодня. «Пусть Дух Святой будет силой, которая протянет меня через этот день, неделю, месяц или год». Но проблема в том, что даже многие Божьи люди продолжают оглядываться в прошлое не для того, чтобы отпустить его, а для того, чтобы жить в нем. Многие люди смотрят назад и застревают в зыбучих песках прошлого — грусти, печали, боли, гневе и во многих других вещах. А еще они могут застрять в зыбучих песках прошлых успехов. Об этом мы поговорим чуть позже, потому что жить с прошлыми успехами так же плохо, как жить с прошлыми неудачами. Вы слышали, как люди говорят о старых добрых днях? Мне всегда хочется сказать при этом, они были не такими уж и добрыми. Не знаю, какие очки вы носите, глядя на это. Люди живут прошлым, и таким образом у них появляется страх, тревога перед настоящим и будущим. Другие оглядываются назад, застревают в так называемом параличе-анализа. Они вообще не двигаются вперед. Так какой же выход во всем этом? Слово Божие дает нам выход. И слава Богу за этот выход. Для того, чтобы его увидеть, я предлагаю вам открыть Писание. Послание Филиппийцам, 3 глава, 13 и 14 стихи. Но я прочту его в переводе Майкла Юсефа. Но могу гарантировать, что перевод при этом будет точным. Так вот, что говорит нам апостол Павел. «Братья, я не считаю, что я уже достиг этого. Я еще не закончил. Я еще не достиг финала». То есть, одна вещь, которую я делаю постоянно, или одна вещь, которая постоянно занимает все мои мысли и влияет на все аспекты моей жизни. Так вот, что я делаю. Забывая все, что осталось в прошлом, я напряженно иду к тому, что впереди. Я стремительно иду к цели или финишной черте и к призу за наивысшее призвание во Христе Иисусе. Он говорит так. Вместо того, чтобы зацикливаться на прошлом, как на ошибках, так и на успехах, я всеми силами извлекаю урок из прошлого, но не живу им. Прошлое должно толкать вас вперед, а не тянуть назад. Конечно же, нужно извлекать уроки из прошлого, но не нужно нежиться в нем. Это совет апостола Павла всем нам, включая и вашего пастора. Нужно забыть или отпустить прошлое и всеми силами устремиться в будущее. Одно должно быть не одним из наших многих шагов, а тем единственным, что влияет на все, что мы делаем. Павел говорил, я делаю одну вещь, а современный христианин говорит, а я барахтаюсь в 20 пунктах к ряду. Это чистая правда. Почему апостол Павел сфокусировался на этом одном пункте и позволил ему стать движущей силой для всех его решений? Почему он стремится только к этой одной вещи? Давайте вместе подумаем над этим. Думаю, вы согласитесь, что Павел один сделал больше для Бога и для Евангелия и Иисуса Христа, чем кто-либо, включая 12 учеников, которые прожили с Иисусом три года. Продолжаем думать. Я хочу привести вас к чему-то. А если бы Павел, как многие из нас, жил в прошлом, если бы он позволил прошлым грехам преследовать его, если бы он позволил своей хулена Иисуса в прошлом потянуть его вниз, если бы он жил с чувством вины загонения христиан, если бы он постоянно вспоминал тот момент, когда он держал одежду Стефана и наблюдал за смертью первого христианского мученика, вы только подумайте, если бы он позволил этому видению постоянно крутиться у себя в голове, то его жизнь была бы кошмаром. Он был бы полностью парализован и не мог ничего делать. Он не смог бы делать то, что он сделал, и повлиять на весь мир Евангелием не только в свое время, но и до наших дней. но он также знал, что забыть или отпустить прошлое, оставить позади все грехи и ошибки прошлого, и забыть все ужасы прошлого, можно можно только благодаря Божьему прощению. Друзья, пожалуйста, услышьте меня, когда вы исповедали свои грехи, когда вы покаялись в них, и когда они были покрыты кровью Христа, о них нужно забыть. Я думаю, что у апостола Павла была здесь очень четкая цель рассказать, как сталкиваться с неопределенным будущим. Думаю, именно в этом цель этого стиха. многие люди, если они честны с Богом и с собою, опасаются будущего, именно поэтому они оглядываются назад и отступают назад. Они опасаются будущего. Большинство людей переживают за будущее, переживают за своих детей, за экономику, за то, как они смогут прокормить свою семью. В этом и в следующем году, за работу, за здоровье, люди не хотят прихода будущего, потому что его неопределенность не дает им покоя. Но Божьему ребенку, который полностью доверил свою жизнь Иисусу Христу, не нужно бояться будущего. И один из ключей к этому это отпустить прошлое. С вами не произойдет ничего из того, о чем бы ваш Небесный Отец не знал заранее. Ведь для Бога наше будущее это настоящая реальность. Бог сказал, «Я знал тебя еще до того, как ты появился в утробе матери. Он знает вас с тех пор, как вы были еще младенцем, и он знает, что будет еще до того, как это случится». Итак, как же вам смотреть в лицо неопределенному будущему, с уверенностью, что тот самый Бог и Небесный Отец, защищавший вас в прошлом, со всеми Его печалями и радостями, и заботившийся о вас в прошлом, позаботится о вас в настоящем, но не только в настоящем, но и в будущем. Именно поэтому Павел сказал, «Я иду вперед, я прорываюсь всеми силами, а когда ваши глаза на финишной черте и на призе, вы не тратите время на то, чтобы рассматривать мусор, который вы видите по дороге». Ведь Павел сказал, что все свои прошлые награды. Все достижения он считает мусором. Вернее, он выбрал слово похуже, но он не смотрел на мусор, каким бы ценным он ни был в глазах мира. Вы не будете останавливаться, чтобы развлечь зрителей. Когда вы устремлены к цели, вы не будете в пустую тратить свое время на пустяки, на то, что проходит, или на какие-то вещи, это всего лишь вещи. Вы не будете тратить время на своих критиков. Нет. Они никуда не денутся. Вы не будете тратить время на тех, кто пытается вас отвлечь. Они никуда не денутся. павел сказал, нет, я не буду делать этого ни за что. Я буду делать только одно. Я продолжу идти вперед к финишной черте. Кто-то сказал, если вы целитесь в никуда, то вы обязательно туда попадете. Не могу не согласиться с этим, друзья, наша с вами. Финишная черта — это аудиенция у того, о ком я вам рассказываю. Поэтому не смотрите на ваше прошлое. Оно уже давно прощено. Оно под кровью Иисуса. Как сказала Ариетта Бум, Иисус забросил ваши грехи в самое глубокое море, и не нужно их вылавливать. Не смотрите по сторонам, наденьте шор, не смотрите назад, иначе вы споткнетесь. Вы можете споткнуться и даже упасть. И в Евангелии от Луки 9 главе 61 стихе Иисус говорит нечто похожее на слова Павла. Откуда же у Павла эта идея? От Иисуса, конечно же. Помните, он годами изучал слова Иисуса. Он общался с авторами Евангелия еще до того, как они их написали. Он очень хотел знать все, что Иисус сказал или сделал, и он внимательно слушал Иакова и других учеников. Павел научился этому у Иисуса. Итак, Лука пишет, что Иисус сказал трем мужчинам последовать за ним. Мы поговорим лишь об одном из них. Следуй за мною. Этот человек ответил, я пойду за тобой, Господи, но позволь мне прежде пойти попрощаться с моей семьей. Разумная просьба, не так ли? Думаю, вы согласитесь. Да, но Иисус знал все. Он знал все сердца и все мотивы, и поэтому он сказал, ни один человек, положивший руку на плуг и оглядывающийся назад, не пригоден для Божьего Царства звучит слишком сурово. Не правда ли, да? Для нашего политкорректного общества Иисус слишком резок. на самом деле это не так. Плуг тянет сильный дикий волк. Если вы не держитесь за плуг и не уделяете этому все свое внимание, вам может наступить конец. Если вы отвлечетесь, то этот дикий волк может раздавить вас, чтобы контролировать вола, который тянет этот плуг. Нужно смотреть только вперед с полной концентрацией. Что бы вы ни делали, не оглядывайтесь назад. И не идите назад. Не тратьте свое время на прошлое. И что касается прошлых падений, ошибок, осуждений или неправильных решений, забудьте о них и двигайтесь вперед. Устремитесь вперед. В Библии полно примеров тех, кто оглядывался назад и оставался сзади. Димас был компаньоном апостола Павла, но вернулся назад. Павел сказал, что он полюбил этот мир. Иоанн, который позже достиг многого в начале своего служения, пошел с Павлом и с Варнавой в первое миссионерское путешествие. Но испугался и захотел вернуться домой. Павел сказал, ты отправляешься домой, я с тобой больше никуда не пойду. Дорогие, приближается конец года. И мне интересно, кто из вас застрял на ретроспективном показе вашей жизни. Это только между вами и между Богом. Я говорю не о пустяках, а о том, какой духовный урок можно извлечь из этого. Некоторые люди не могут сфокусироваться на будущем, некоторые не могут устремиться к цели. Почему? Потому что они заняты оглядыванием назад. А эти вещи взаимосвязаны. Подумайте о том, что я вам сказал. Тогда апостол Павел говорил, забывая то, что осталось позади. Он имел в виду, забывая все, все плохое, все сомнительное, все неуместное, все греховное и обидное, все, что не угождает Господу. Но это еще не все. Он также говорил обо всех достижениях из прошлого. Если вы еще со мной, скажите аминь. Некоторые люди говорят, «Смотри, чего я добился тогда». И там они и остаются. Они остаются там и не двигаются вперед. Иногда, друзья мои, прошлые успехи могут тормозить нас так же, как прошлые неудачи. услышите меня. Каким бы ни было ваше прошлое, вы должны намеренно и целеустремленно бросить его в самое глубокое море, потому что именно так с ним поступил Бог. Но впереди есть еще больше, значительно больше. Я хотел бы поговорить об этом. но сейчас у нас нет на это времени, будьте готовы сжечь прошлые мосты, постоянно манящие вас, вернуться на старые территории, которые вы покинули давным-давно или совсем недавно. Сжечь мосты, сжечь. Скажите это, пожалуйста, со мною. Вы хотите делать великие дела для Бога в наступающем году? Хотите, чтобы Он могущественно использовал вас? Хотите жить в победе? Хотите жить в свободе от вашего прошлого? Тогда начните сжигать мосты. Все мосты, которые помогают вам возвращаться на старые территории, неугодные Господу. Сожгите их все. Сделайте это сегодня. Если золото мешает вам двигаться вперед к Божьей цели, разрубите золотую цепь навсегда. Если переживания за вашу репутацию удерживают вас, станьте никем ради Христа. Если это ваша гордость и ваша мудрость, то будьте готовы стать глупцом ради Христа. Если это любовь к удовольствиям, то будьте готовы пожертвовать ею. И делать это ради Христа. Если это нездоровые отношения, которым не место в вашей жизни, тогда вам нужно решительно уйти из этих отношений. Какими бы ни были мосты, манящие вас, вернуться назад, сожгите их сегодня, если вы запишите все вещи, которые держат вас сзади. Поражение, падение и даже успех. Когда вы запишете их, я тоже буду записывать. Мы все вместе будем их писать, что бы то ни было, прошлое печали, грехи, чувства вины, поражения, запишите это, какими бы ни были цепи, держащие вас в прошлом. Я хочу, чтобы вы с радостью принесли эти вещи Господу, чтобы Он заменил их своими сильными качествами, своими обещаниями, своей благодатью и милостью. Ну и последнее, что я хочу сказать перед тем, как начну писать, это наши символы. Это значит, что сегодня вечером, завтра, во вторник, среду, четверг, каждый день вам нужно будет обновлять это. Это не одноразовое действие, после которого все закончится. Нет, это первый шаг к жизни в постоянном обновлении. Наш любящий Отец, мы так благодарны Тебе, что даже этот символизм Ты можешь использовать как напоминание о Твоей невероятной жертве на Голгофском кресте. Господи, эти клочки бумаги лишь символ того, что мы обновляем завет с Тобою. Мы отдаем Тебе все наши падения, ошибки и успехи, все, что мешает нам двигаться вперед, служить Тебе и держаться за плуг. Мы будем смотреть вперед, а не назад. Отец, прими эти записки как сердца, принесенные Тебе и жаждущие Тебя. Господь Иисус, мы знаем, что без Тебя мы ничего не можем, но Ты все можешь. Но мы можем все в укрепляющем Иисусе Христе. Провозглашаю бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Майклом